Масштабное строительство западного моста в Твери продолжает с идеей соединить два берега Волги в областной столице уже 20 лет. И вот в начале 2022 года строительство началось. Новый мост позволит разгрузить движение в Заволжском районе и решить транспортную проблему города. В эту среду, 13 апреля, губернатор Игорь Руденя проконтролировал ход строительства. Что уже сделано, рассказывает Наталья Чекет. Сейчас на левом берегу Волги продолжается обустройство технологической площадки для сооружения 3-й и 4-й опор будущего моста. Погружено 39 шпунтовых свай проводится устройство водопропускной трубы и подъездных дорог. Ведем подготовительные работы. Это сварка шпунта. Идет интенсивное поступление материала. Встроим подъездные дороги, чтобы после паводка с новой силой приступить к устройству самого мостового сооружения, опор. Уже сейчас будущий мост начинает приобретать очертания. Пока вокруг только песок, но вполне можно представить шестиполосную дорогу для движения автомобилей. По три в каждую сторону. Предусмотрены дорожки для пешеходов и велосипедистов. Общая протяженность западного моста составит более трех километров. Длина по реке 350 метров. Мост будет иметь четыре опоры, две береговые и две русловые. Впереди у строителей еще много работы. Проектом предусмотрена реконструкция двух путепроводов. Железнодорожного в Пролетарском районе через проспект Калинина. И автодорожного в Заволжском районе с созданием автомобильных развязок. Работа по созданию масштабного инфраструктурного объекта находится на контроле губернатора Тверской области Игры Рудени. Глава региона уже не в первый раз посещает строительную площадку. Темп работы очень высокий. Видим хорошую подготовку и мобилизацию строительной техники, персонала. На следующей неделе начинается работа уже по правому берегу Волги. Поэтому идем в графике. Подготовлена технологическая дорога. Технологический проезд формируется также при Санкт-Петербургском шоссе. Помимо строительства западного моста, планируется обустроить развязку в районе улицы Фрунзе. Предполагается создать здесь современный путепровод, который уменьшит загруженность на дорогах и повысит безопасность водителей и пешеходов. Официальное окончание работ запланировано в 2025 году. Продолжение следует...